Олимпийские дни молодежи по художественной гимнастике завершились в Гродно. Юные спортсменки выложились по максимуму. Говорят, каждый раз нужно выступать так, словно возможности выйти на паркет больше никогда не представиться. Сначала усталость, боль и волнение, а уже в конце искренняя улыбка, медаль на груди и победный пьедестал. В этот торжественный момент все плохое остается за бортом. В этот раз оставить позади всех соперников удалось гимнасткам из Минска. Набрав 332 балла в командном первенстве. Гродненские спортсменки заняли четвертое место в общем зачете. Все девчонки старались, особенно приятно было видеть, как девочки Гродненской области выступали у себя дома с самыми сильными эмоциями, стараясь показать зрителям все, что они тренировали. Но, видимо, не все получилось, и они остались на обидном четвертом месте. Самое страшное для спортсмена не проигрыш или падение. Разочарование в собственных силах. Изнуряющие тренировки два раза в день, строжайшая диета – это еще не все составляющие победы. Сила воли и холодная голова для этих девушек – не пустой звук. Психологическое равновесие здесь первостепенно. Юные гимнастки с раннего детства учатся правильно воспринимать критику. Они истинные фанаты своего дела. Ведь в гимнастику, как в спортивную, так и в художественную, приходят люди по собственному желанию. Менчанка Анна Каменщикова, к слову, в начале спортивной карьеры была балериной, но уже скоро поняла, что ее призвание – гимнастика. И уже на этих соревнованиях 16-летняя спортсменка завоевала две золотых и одну серебряную медаль. Есть такое, наверное, не волнение, а вот такой адреналин. То есть такое – так, надо сейчас сделать, я сделаю. Вот такое, наверное. Больше, чем такое – ой, я боюсь, я боюсь. Эмоции всегда разные. Не все получилось, тем более в финалах. Вот. Но в многоборье я очень рада, потому что до этого у меня что-то не получалось, а в многоборье у меня даже что-то получилось. И в финалах где-то я даже подняла свою оценку выше, чем было до этого.